Полтысячи военнослужащих сухопутных сил США и тяжелая бронетехника под флагами НАТО прибыла в Литву. Формально для участия в маневрах будущей весной. Это самая большая и долговременная программа Альянса последних лет в непосредственной близости от границы Беларуси. И нас, миролюбивых и дружелюбных соседей, этот факт не может не настораживать. Нам чужого не надо, но и своего не отдадим. Постулат государственной политики как нельзя лучше отражает не только принципы взаимодействия Беларуси на международной арене, но в первую очередь каждого зрелого, здравомыслящего человека. Мы не держим камня за пазухой. Но на фоне растущей напряженности в регионе и мире просто сторонними наблюдателями быть не вправе. Глеб Лавров о ситуации. И нет, началось это не сегодня и даже не вчера, когда США только начали расквартировывать тяжелую бронетехнику на полигоне в Побраде, на востоке Литвы, у самой нашей границы, буквально в 15 километрах. О том, что намеченные на следующий год самые большие за четверть века учения НАТО «Дефендер-2020», то есть вроде бы защитник, станут недвусмысленно агрессивной акцией уже давно не оборонительного блока, Минск однозначно заявлял еще на саммите в Ашхабаде. НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести в нашей границе крупномасштабное учение и задействовать столько тысяч, сколько никогда они не задействовали. Это большие страны Балтия. Это не нормально, это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятное учение, потому что там будет участник порядка 30 тысяч. Это не мало в Польше и в странах Балтии. Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем. Безусловно, масштабное учение, где будет более 35 тысяч человек задействовано из практически всех стран НАТО, и эти учения, проводящиеся на нашей границе, не могут у нас не вызывать тревоги, не могут не вызывать ответных действий. И, собственно, да. Для людей в погонах, а вместе с ними и для тех, кто следил за развитием событий, в нашем давно не дивном и отнюдь не новом мире, это, по сути, никогда и не заканчивалось. А с чего бы? Холодная война ведь никогда не меняется. Вот и холодный мир между полюсами силы, на одном из которых, и что очень важно, на своей родной земле были и есть. Так уж получилось мы. А на втором, как бы, Североатлантический альянс. Этот холодный мир тоже не изменен. Если что-то и колеблется, то разве температура? Так вот, нынешнюю ситуацию, которую нынче будут пробовать обелять в СМИ Запада, а заодно наверняка и иные тутошние эксперты, можно вполне уже называть осенними заморозками. Неприятными после лета, да, но предсказуемыми. Мы уже начали бить в набат, призывая остановить противостояние. В последнее время особенно много говорим о необходимости диалога, укреплении мер доверия и поиска компромиссов. Но мир, к сожалению, лучше не становится. Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества, так называемых великих держав, полюсов силы. Да, именно белорусы, простые мирные люди, ни на секунду не забывающие той войны, мы говорили и будем говорить о мире. Потому что имеем моральное и историческое право возвысить и даже повысить голос, говоря, призывая и требуя мира этого самого. От всех и в любой ситуации. Что ж, вот и сейчас, когда первые сотни из намеченных почти 30 тысяч военнослужащих с розой ветров на рукавах и шипами, не сильно-то и прикрытыми к муфляжам, уже рядом мы все понимаем. И мы, белорусы, говорим об этом. Это не есть хорошо, это не норма, и это только вообще усугубляет международную обстановку. Да и вообще меня просто, как жителя Гродно, как жителя Белоруссии, это очень настораживает. Как житель Гродно мне неприятно вообще вся эта ситуация. И у меня живут здесь родственники, дочки, и, конечно, это все не прибавляет настроения. Странно это все, потому что увеличивается континент присутствия американских войск и в Польше, и в Литве, тем более рядом с нашими границами. Как бы, я думаю, это не нужно. Это очень серьезная такая ударная группировка. И мы имеем право беспокоиться по поводу того, насколько вообще эти намерения у натовцев прозрачны, чего они хотят, кому они что хотят продемонстрировать, зачем. Это, конечно, вызывает беспокойство, поэтому мы так или иначе будем на это отвечать. Конечно, наверное, асимметрично, то есть без, скажем, бряться неоружием с нашей стороны, но, тем не менее, я думаю, ответ последует. И мы не просто говорим, мы действуем. Спокойно, взвешенно, адекватно и соответствующе. Президент уже поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время предоставить ему план реагирования. То есть ситуация на контроле у главнокомандующего, у военных. И главное, она видна людям. А раз так, то видно, коль уж объявленная в 94-м программа НАТО в Европе зовется «Партнерство ради мира», значит, сегодня просто партнеру ворот. Опять. Ну так это же не вчера начиналось. О мире и танках США, которые явно не способствуют миру на нашей мирной границе, Глеб Лавров. Агентство Теленовостей.